Абигаль у нас на звездку. Доброе утро. Добрый ранок. Здрасте. Вы разговариваете на украинском, на русском, да? На русском, я так понимаю? На русском. Хорошо. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет и с какого возраста в Израиле призывают? На данный момент на 19 с половиной, и в Израиле призывают с 18. А как отнестись ваши родители к этому, что вы служите? Вы слышите нас, Абигаль? Что-то со связи, со связи, со связи. Что-то со связи, да. Слушай, а заметьте, Абигаль хорошо говорит по-русски, интересно. Абигаль, о, связь вернулась. Абигаль, скажите, вы хорошо говорите по-русски. Откуда вы родом? Или где научились? Я родом из Израиля, но я училась в Москве. Ага, вот так вот. Как родители отнеслись к тому, что вы решили вступить в войска? Мои родители хорошо к этому отнеслись и поддерживают меня всегда во всем, во всех моих решениях. Слушай, да я вот, допустим, знаешь точно, знаешь, что такое армия для мужчин, как это все происходит, это бритье до красноты. А чем занимаются девушки? Что делаете вы? Чем разнится служба женская от мужской? Тем же самым, что занимаются. На самом деле она не сильно отличается, и мы делаем то же самое, что и делают мужчины. Правда, только мы не бреемся. Ну это единственное. А по поводу чистоты обуви, по поводу чистоты кирзакота, начислено ли блях, вот эти построения, постоянные марш-броски в конце концов, бывает у женщин? Да, все точно так же. А скажите, пожалуйста, вот на момент призыва вас вы учились где-то? Нет, я работала. Вы работали. А Вигаль, вопрос такой. Вот когда попадаешь в армию, я как бы понимаю ощущения, которые испытывает мужчина, а какие ощущения испытывали вы, когда попали непосредственно в часть? Здравствуйте. Как изменился мир? Ну, я считаю, что я повзрослела, что я начала воспринимать все более серьезно. И мне стало намного лучше, и мне нравится в армии. А скажите, пожалуйста, о вашем быте. Отдых, тренировки, питание. Какое оно там у вас? Ну, в армии все идет по расписанию. Мы просыпаемся с утра, у нас есть построение, затем мы должны убираться в своих комнатах. Потом мы завтракаем, естественно, обучаемся разным вещам, потом обед. Бывает отдых, бывают перемены большие, когда нас отпускают. И мы можем выйти в город, а можем остаться в частях, каждый как хочет. А Вигаль, у вас какие войска? Какого рода? Я служу в парашютных войсках. Ого, ничего себе. Вот эта вот надпись ВДВ у Вигаль может появиться, я так понимаю. А тренировки, вот учения, которые у вас проходят, это сложно? Сколько времени это длится? Раз по-разному, но сложно, да, но нет ничего сложного, все можно преодолеть. А Вигаль, вопрос такой, когда мы говорим об украинской армии, понимаем, что там в основном мужчины служат, а вот в вашей армии-то есть и девушки, есть ли место любви в воинской части? А ну-ка, скажите мне честно. Да, бывает. Все. Спасибо большое, Вигаль, спасибо. Хорошей службы. Да, дякую вам, Вигаль.